Модель 4100 White Меняем фрикционное кольцо Вот это колечко сейчас будем ставить Это вот фрикционное кольцо, это новые фрикционные кольца, потому что они не разборные То есть, если раньше модели были с двух частей, половинки собирались здесь, она вот такая цельная идет Приклеенная резина, просто к такому диску Ну и как вы поняли уже, то что старые фрикционные кольца проще было заменить Вы располовинили, поставили туда хоть ремень, закрутили обратно и пользуетесь Здесь уже все иначе Китайцы сделали так, чтобы вы покупали кольцо полностью Вот, сейчас тогда открутим, снимем поддон и будем устанавливать его Так, здесь мы уже, получается, до этого снимали его Соответственно, здесь его нет уже Получается, три болта вот на черной планке Он крепится То есть, сейчас снимаем вот этот привод Закручиваем гайку Ну, хоть с этой стороны без разницы С какой стороны удобнее Ну и дальше будем устанавливать фрикционное кольцо Да, я, кстати, хочу сразу показать Вот так вот бывает Вот так вот он изнашивается Вот кочка нет Просто вот вытаскиваем вал Вот так вот это все выглядит Ну, подставляем, получается, на фрикционник Прикручиваем болтами На место все ставим И все В принципе, вот так вот и меняется это все Ну, хочу сказать, что китайцы зря сделали это Получается, это теперь людям тратиться постоянно надо Ну, это самая частая причина с фрикционным кольцом Элементарно Если не натянешь, допустим, тросик Он не до конца будет прижимать вот к этому диску Вот к этому диску Соответственно, резина стираться будет Если впереди тянешь, допустим, сильно перетянешь То есть, когда ты нажмешь на сцепление Он сильно будет опираться Соответственно, тоже износ будет Ну, а так как люди у нас пользуются Я это не понаслышке знаю То есть, это бедовая беда Как это вот так открытка, можно даже сказать Вот Ну, а так, в принципе, у меня ролики Я сейчас в описании ссылочки все поставлю На обзоры этих снегоуборщиков То есть, ремонты Я занимаюсь ремонтами, продаю их Вот эти вот снегоуборщики У меня все есть в роликах записаны Я про них рассказываю Характеристики Какая ширина, высота фаркопа И тому подобное Ну, ковша этого В общем, подписываться на мой канал Ставьте лайки Не забываем Радовать Блогера То есть, это ссылочку я оставлю на донат Кстати, спасибо Алексею За прошлую Такую помощь небольшую Некоторые люди поддерживают меня И, соответственно, я стараюсь для вас записывать ролики Также я стараюсь отвечать вам на комментарии Если в комментарии я как-то пропускаю Или не могу ответить То также вы можете через Киви кошелек Закинуть, допустим, там 100 тенгер хотя бы И написать к нему комментарий То есть, свой вопрос вы можете задать И я обязательно на него отвечу То есть, допустим, вы написали Я на следующий ролик записываю видео И на ваш Отвечаю, соответственно, вопрос Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok